всем приветики купил себе такой вот новый рюкзак от фирмы polar я уже сейчас как бы хожу с рюкзаком от фирмы polar получается это вот мой старый рюкзак не этот я когда покупал себе рюкзак раньше пять лет назад от фильм от фирмы polar то он сошел с такой этикеткой и вот его модель polar p1955 вот с таким рюкзаком я сейчас хожу ну вот он пойдет нас 55-05 черный рюкзак и с ними я хожу вот восемнадцатом году изготовили седьмого месяца где-то один 100 месяца я его купил 17 года а сейчас десятый месяц 22 года то есть почти пять лет прошло но без месяца пять лет получается и я сейчас хожу с паровским рюкзаком 5 лет он довольно таки нормально выглядит единственное что у него получается вот этот замочек уже разъезжаться стал ну то есть его закрываешь а он бывает но раскрываю ну то есть и замочек закрыла он разрывается замочек как бы нужно заново открыть чтобы он защелкнулся короче с замочком проблема но самый рюкзак нормальный и поэтому я решил взять еще один рюкзак новый вот этот на замену старому он чем-то похож на тот который который я пользуюсь сейчас разве что здесь кармашка нету получается вот он мой рюкзак которым я пользуюсь уже пять лет и вот здесь кармашек которого нет на новом рюкзаке и здесь проблема в том что когда закрываешь замок то потом все равно разъезжается резьба вот это вот и ну просто я все время пользовался вот всем замочком оттуда его закрывал сюда а сейчас я уже пользуюсь вот этим когда этим замочком закрываешь оно как-то лучше закрывает а тем замочком которым этим я никогда не пользовался я всегда пользовался этим 5 лет пользовался тем замочком что здесь двух стороны замочки с этой и стой и когда этим закрываешь этой стороной того же более-менее нормально закрывает а с той стороны бывает разряжается может быть там замок уже такой слабый стал вот в общем за пять лет пользования он практически как новый ничего нигде не порвалось дно не протёрлось то есть он реально крепкий но я решил что раз уже он начинает типа разъезжаться замочек лучше взять новый наверное ну и собственно вот он новый кстати странно что здесь вот нарисовали вот эта эмблемка шла с тем старым рюкзаком и здесь нарисован не он здесь нарисован 1596 а тут который только что показывал 1955 а это с немножечко этикетка идет 995 пор по 955 с ним идет такая этикетка здесь тоже кстати нарисован не он почему-то с тем рюкзаком который ты покупаешь на картинке нарисован другой рюкзак всегда наверное в качестве рекламы что ты еще типа какой-то другой купил что раньше я покупал был другой нарисован что сейчас я купил другой нарисован то есть ним идет такая вот кстати судя по по своему опыту использования полара могу сказать что это качественные рюкзаки потому что я вот уже пять лет пользуюсь и он практически не износился сам материал износилась именно замочек износился то есть как бы не таскал рюкзак с ним ничего не становится с материалом а вот резьба это то что я постоянно открывая закрываешь и замочек этот она изнашивается из нейлона сделано вот и получается здесь в отличие от от старого рюкзака это получается новый хотя старый даже чем-то и лучше разница в том что здесь нету замочка там получается есть дополнение кармашка на том рюкзаке старом есть и дополнительный кармашек здесь его нету а здесь есть ручка то есть его можно нести как сумку то есть его можно как на спине нести одев на спину так можно нести держа за ручку ну как сумку неся также тут есть карманчик такой же как и в том рюкзаке открываешь и можешь либо сюда что-то положить либо туда что-то положить что-то повесить что-то такое типа не знаю может быть какой-нибудь цвета отражающий элемент потому что если ты будешь идти а у тебя на спине будет висеть что-то тебе нужно здесь вот брелок какой-нибудь и ты будешь стоять где-то в людном месте запросто его может легко легко кто-нибудь снять и ты этого даже не почувствуешь поэтому сюда просто какой-нибудь типа фликер светоотражающий элемент повесить какой-нибудь такой кругляшок который светится и все в принципе для чего это надо вот потом здесь что еще есть хотя здесь здесь прям серьезно так не хватает карманов я что-то не заметил получается мой старый рюкзак получше чем новый здесь получается у меня вот тут карманчик есть которого нету там вот этот карманчик есть но собственно вот он который мы только что смотрели он такой же плюс если еще вот такой кармашек с такими внутренними кармашками здесь карманчик и здесь и здесь и здесь и вот эти а здесь такого нету кармашка здесь сразу идет главное отделение вот оно пошло главное здесь получается идет главное отделение потом дополнительный кармашек вот этот дополнительный вот этот и дополнительный вот этот а тут только получается два кармашка чуть не заметил я когда покупал думал есть три кармашка то вот этот думал есть еще один который у меня там и главный а здесь получается только главный и вот этот все это плохо я чуть не заметил вот этого но и главный кармашек он такой же как и как и там здесь дополнительные два кармашка под ними есть еще один кармашек то есть получается мой новый рюкзак хуже чем старый в нем меньше кармашков а нет есть фух я уже было напрягся он оказывается скрыт то есть смотришь не видно открываешь вот она фух ты уже расстроился думал что я купил зачем мне такой рюкзак который хуже чем мой старый оказывается здесь тоже есть дополнительный кармашек то есть получается вот этот ну как у меня здесь кармашек под под кармашек и здесь под вот этой штучкой щаска еще скрыт один кармашек вот он это как у меня там ну вот она да сюда что-то можно положить сюда можно что-то положить здесь что-то можно положить здесь и здесь ну все тогда как у меня единственное чего не хватает это вот здесь маленького карманчика но я его использовал только для того чтобы туда ложить пакетик от тесса и то приду не для того что там чай заварить он мне в качестве зубочистки об этом я тоже видео снимал о том как и про зубочистку на канале есть видео где рассказал как можно чайный пакетик исправить как зубочистку вот его в качестве зубочистки таскал но это неважно типа маленький карманчик не страшно вот этого карманчика если бы не было мне бы не хватало но он есть так ну и сам этот рюкзак получается кстати у меня вот здесь пока оно новое пока закрыто пока вот это все закрыто кстати здесь что удобно то что здесь есть два замочка то есть можно принципе пользоваться всегда одним я так всегда пользуюсь то есть вот эти я всегда пользуюсь одной какой-то стороной и вот пять лет спокойно можно и пользоваться потом когда она сломается замочек сломается убрать его вниз и перейти на другую сторону а не то что постоянно два закрывать если сломают это два замка я всегда одним пользуюсь а второй всегда на а другим всегда ну я обычно вот так делаю необычно удобнее на ту сторону ну то есть всегда вот так вот закрываю и если этот замочек сломается у меня есть второй который я вообще не пользовался так вот пока она новая пока она новая получается вот эта штучка прям так закрывает хорошо что даже непонятно что там есть замочек но со временем когда будешь пользоваться за то что часто открываешь закрываешь эта штучка как-то так вот вминается ну короче вот эта штука она такой-то вминается ну короче соединяется пополам так вот просто сейчас она новая и она как бы торчит а когда пользуешься долго она уже не торчит она сминается и этот замок который сейчас типа скрыт его даже не видно он будет прям открыт постоянно вот так и уже будет видно хорошо как вот у меня на этом рюкзаке ну вот оно уже подмято так вот то есть там оно так плотненько торчит и так вот закрывает а здесь оно не торчит уже так вот оно оно живо получается оно должно стоять так вот закрывая замок а оно согнулось пополам и вот так вот со временем станет но это не страшно просто я уже забыл про такую особенность и сейчас мне показалось что у меня есть только один кармашек а потом я так посмотрел что слишком здоровый отек для одного кармашка и понял что там еще что-то есть вот плюс тут еще по бокам есть кармашки куда можно положить и по бутылку воды вот они и вот этот отсек кстати я сюда в этот отсек ну просто не знаю выдержит ли оно сюда подложу всегда какую-то картонку у меня кстати пять лет я рюкзаком пользовался и он не сильно износился потому что вот сюда на дно я ложил журнал получается здесь на дне у меня лежал журнал и поэтому дно не сильно не сильно портилось сейчас я гляну ну вот получается у меня на дне режет мобильный журнал вот получается оно дно за пять лет как выглядит надеюсь у меня всегда лежал этот журнал ну короче я уже взял журнал я уже взял журнал согнул его так вот и положил на дно вот и пользовался здесь также еще есть шлейки чтобы не расходилось кстати пока новенькая здесь реально вот ткань закрывает вот эту вот резьбу замок этот а когда станет старенькая оно как бы уже согнется и резьба будет открыта вот здесь защелкиваю можно защелкнуть и подтянуть и получается что это специально делается и можно закрыть замочек и подтянуть чтобы если что-то тяжелое будет лежать в рюкзаке чтобы как бы весь вес ложился не на резьбу потому что так получается резьба держит как бы верхнюю часть и то что у тебя на спине а чтобы еще сам рюкзак поддерживал шлейками и это кстати надо делать потому что я когда носил рюкзак свой я редко когда их защелкивал получается висит ну у тебя получается рюкзак висит на спине а все что лежит в этом отсеке напрягает резьбу а так если защелкивать то она уже будет шлейками поддерживать и замок не так сильно портит собой ну вот как бы защелкиваешь подтягиваешь и все чтобы она натянута трохи было вот когда одеваешь может еще сюда что-то повесить то что тебе надо на груди застегнуть ну это если ты уже в какие-то горы вон горы лезешь об не упала чтоб не соскочили шлейки ну а если так просто ходить по городу то естественно это не надо плюс еще помимо груди ты можешь застегнуть на животе то есть получается это где-то у тебя на груди вот хотя нет у тебя вот здесь плечи а вот это либо грудь либо живот я не помню где оно точно а это как на поясе уже защелкивается нет или это на груди а это на животе либо это на животе а это уже на поясе я не помню потому что не этим не этим я не пользуюсь эти штуки я убираю обычно в карманы чтоб она не болталась потому что она реально будет сильно болтаться то убираю в карманы и вот так хожу здесь еще кстати ортопедическая спинка вот эта штука она мягкая то есть на спине чтоб тебе мягко было плюс здесь отверстие чтоб пролетривалась спина со всех сторон ну и здесь такое пористое как бы вот плюс еще сюда можно что-то повесить плюс снизу есть шлейки которые как бы должны поддерживать то что у тебя там будет в рюкзаке опять таки чтоб весь вес ложился не только на ткань но еще и на дополнительную поддержку шлеек в своем старом рюкзаке кстати я их ничего почему-то никогда не использовал то есть и у меня есть вот эти штучки но они расстегнуты я так вот всегда ходил а сейчас так подумал что надо было все-таки вот так вот застегнуть их чтобы они чтобы они поддерживали вес вот кстати реально чем-то похоже вот два рюкзака вот абсолютно можно сказать одинаково единственное что в чем разница то что здесь кармашек а здесь ручка а так абсолютно абсолютно одинаковые вот так что такая вот покупочка нового рюкзака у меня вот и как я уже убедился повар это реально качественная вещь ну по крайней мере тогда когда я покупал в конце семнадцатого года я до сих пор ношу и ткань ткань абсолютно не износилась вот прошло с конца семнадцатого года а сейчас конец двадцатого года ткань практически не износилась ну она нормальная она как практически как и была единственное что это уже замочек под износился и то потому что я наверное не использовал не юзал вот эти штуки которые бы снимали нагрузку с замочка ну и снизу вот эти штучки тоже не использовал хотя наверно стоило бы вот ну в целом приятно приятно обновиться все таки новая вещь это когда покупаешь новую вещь это всегда приятно вот так что такая вот покупочка ну и остается надеяться что качество с тех пор и до сих пор у Polar осталось таким же потому что то старый рюкзак я в нем уверен а это новый и я надеюсь что он такой же качественный как и старый как раньше их выпускали что он будет такой же долгослужащий как старый а как на самом деле я не знаю но думаю что будет хорошо потому что Polar это вроде бы как круто и на своем старом Polar я в этом убедился вот ну а на этом все всем покидава всем покидава